Здравствуйте! В студии Андрей Батурин и вы смотрите «Страховое время», программа, которая сделает страхование понятным и близким к каждому из вас. Все помнят крупный пожар в московском реставрационном центре имени Грабаря. Как выяснилось, ни одно произведение искусства, которое находилось в мастерских, в том числе из частных коллекций, не было застраховано. В центре надеялись на три барьера охраны и противопожарную сигнализацию. Жизнь в очередной раз доказала, что от пожаров, как и от других ЧП, никто не застрахован. Мария Лышнова продолжит. Страхование произведения искусства – это лишний повод убедиться в подлинности своего владения. Прежде чем застраховать, нужно провести техническую экспертизу, установить возраст, автора, ну и реальную стоимость произведения. Оценивать предмет искусств должен независимый эксперт. У него должно быть обязательное профессиональное образование, застрахована гражданская ответственность перед третьими лицами за ошибки и каждый оценщик обязан состоять в одной из саморегулируемых организаций оценщиков, которые аттестуют его на профессионализм. Но самое главное – это доброе имя оценщика. Процедура оценки происходит обычным офисным образом. То есть это оценщики, которые работают с открытыми базами данных. Их несколько в мире – это ArtPrice, ArtNet. Это в данный момент в России сейчас появилась еще одна база Art Investment, которая тоже дает данные о продажах, аукционах и галерейных. И затем с помощью методик рассчитывается стоимость. В среднем оценка занимает обычно от нескольких часов до иногда нескольких дней. Музеи обязательно страхуют произведения искусства в случае их выдачи во временное пользование другим организациям, например, для выставок. При оценке стоимости страховки берется в расчет, как правило, полный период их выдачи. Страховщики называют его «от гвоздя до гвоздя». Галереи действуют по той же схеме, иногда высказывая пожелание застраховать свои запасники и фонды. Правда, владельцев галереи часто останавливает цена. В этом виде страхования нет стандартных тарифов. В каждом случае стоимость утонавливается индивидуально. В зависимости от продолжительности выставки, дальности перевозки, задействованных видов транспорта, качества упаковки экспонатов и так далее. Средняя ставка по защите, например, временных выставок обходится в 0,1% от страховой суммы. Все меньше и меньше мы имеем дело с просто холстом и маслом. Все больше и больше это высокотехнологичные, содержащие десятки элементов, сделанных из высокотехнологичных материалов, объекты. Там пленки ценой в 500 евро за квадратный метр, маленький скретч и все, изображения потеряны. Поэтому, конечно, иногда кажется, что дорого. Но, в принципе, игра стоит свечи в любом случае. Потому что, я клянусь, ни одна вещь не приехала с выставки в том виде, в каком она на нее уехала. По российским законам, максимальная страховая сумма, которую может выплатить отечественный страховщик, составляет не более 10% от его собственных средств. Поэтому страхование дорогостоящих предметов искусств всегда нуждается в перестраховании. В качестве принимающей стороны могут выступать как российские, так и зарубежные перестраховочные компании. К примеру, синдикат Лоидс способен принять на страхование коллекцию картин стоимостью до 100 миллионов долларов. Если на Западе страхование частных собраний произведений искусства и предметов антиквариата обычное дело, то в России, по данным страховщиков, застраховано не более 10% коллекции. В первой стране случай, когда частный коллекционер не только застраховал свое собрание, но и открыто объявил об этом, произошел три года назад. Руководитель «Альфа-групп» Петр Авен застраховал 222 картины русских художников начала 20 века на сумму в 150 миллионов долларов. Вернемся к этой теме сразу же после новостей из меры страхования. Общая сумма страховых выплат компании «Росгустрах» россиянам, пострадавшим от природных пожаров, приближается к 90 миллионам рублей. Основная часть компенсации выплачена жителям Нижегородской, Рязанской, Владимирской областей. Только в Нижегородской области урегулировано уже более 120 убытков. «Росгустрах» – одна из немногих компаний, которая оперативно обрабатывает заявления, чтобы в максимально короткие сроки произвести массовые выплаты пострадавшим. Для облегчения процесса получения денег в «Росгустрахе» ввели упрощенную систему регулирования убытков. Не дожидаясь восстановления сгоревших документов, можно обратиться в ближайшее представительство компании и написать соответствующее заявление. Сельхозпроизводители, претендующие на помощь государству, будут страховать свои риски в обязательном порядке. Проект «Концепция совершенствования страхования сельхозрисков» с господдержкой до 2020 года будет рассмотрен на ближайшем заседании правительственной комиссии по агропромышленному комплексу. На сегодняшний день лишь 10% фермеров имеют страховку. Крестьяне сетуют, что по полюсу нереально что-либо получить, а свободных средств на страховку нет. В прошлом году российские страховщики заплатили мошенникам почти 20,5 миллиардов рублей. Это 7% всех возмещений без учета обязательного медицинского страхования и почти на 10% больше, чем годом ранее. Наибольшие потери от действий мошенников страховщики несут в автострахование. Доля необоснованных выпутов ОСАГО – 15% или около 7 миллиардов рублей. В КАСКО – 10% – это почти 12 миллиардов. Убытки от действий сотрудников компании, в том числе страховых агентов, оцениваются в 2 миллиарда рублей. От недобросовестных брокеров – в 1 миллиард. Разговор о страховании произведений искусства через минуту продолжим с директором по развитию комплексного страхования филиала Росгостраха в Москве и Московской области Рустемом Зариповым. Рустем Зарипов окончил ГИТИС – отделение экономико-планирования и организации театрального дела. С 99-го года работал в компании «Ренессанс страхования». С 2004-го занимался ягденным бизнесом. В Росгострах пришел в 2008 году. Прошел путь от главного менеджера до директора по развитию комплексного страхования филиала РГС в Москве и Московской области. Здравствуйте, Рустем. Здравствуйте. А правда, что у нас частные коллекционеры неохотно страхуют свои собрания, в первую очередь из-за того, что они хотят афишировать то, что у них есть? Я думаю, что они страхуют частные собрания для того, чтобы защитить инвестиции. Но с учетом того, что и рынок у нас оборота произведения искусства не очень прозрачен, то это имеет место быть, хотя последние годы намечается тенденция к повышению интереса к страхованию частных коллекций. Скажите, в вашем бизнесе какой процент именно частных коллекционеров? Я думаю, что эта цифра не секретная. По крайней мере, с учетом того, что вообще страхование произведения искусства, как государственных, так и частных, процесс достаточно индивидуальный, то здесь нельзя говорить о каком-то четком проценте. Их немного просто, по сравнению с тем, что страхуют государственные коллекции, которые обязаны страховать. Сберечь свои ценности, будь то деньги, ювелирные украшения или коллекции произведения искусства, можно в сейфе. Но стальной ящик и кодовый замок не всегда останавливают грабители. Зато все эти вещи можно застраховать, и тогда в случае кражи, пожара и других ЧП страховая компания обязательно возместит вам стоимость имущества. Давайте поговорим не о частных коллекциях. У всех на слуху последний случай пожар в центре грабаря. Ни одно произведение искусств там не было застраховано. Почему? Что это экономия денег или там наша русская авось? Ну, поскольку это все-таки федеральные учреждения, которые подчиняются, насколько я понимаю, Министерству культуры, и они целиком и полностью зарегламентированы законами о музейной деятельности. Дело в том, что на перемещение экспозиции и на принятие выделяется бюджет или даются госгарантии. А если оно хранится, то нет. А если хранится, по закону не обязательно это делать. И, соответственно, бюджет никто не закладывает. Вообще, как происходит страхование того или иного произведения искусства или предмета антигвариата? Проходит оценка. Как вообще эта процедура? Требуется технологическая экспертиза, когда средствами технологий определяется хотя бы возраст, эпоха. Второе – атрибуция. Чьему перу, либо чьим рукам принадлежит это произведение искусства. И третье – уже сам факт оценки финансовой. Что для нас важно все три этапа. Чем известнее мастер, тем дороже цена по оценкам. Как Вы выбираете оценщиков? У всех на слуху в неприятный случай с господином Виксельбергом, точнее с картиной Кустодио, которую он купил на очень уважаемом аукционе. Что в таких случаях происходит? Все известные всемирные аукционы при законодательном доказательстве подделки раньше возвращали полную стоимость. Насколько сейчас я знаю, напуганные этим и другими случаями, они возвращают только стартовую цену. Соответственно, и они никогда не следят за тем, кто оценил. Они не проверяют. Они видят штамп высокоуважаемой российской и международной организации, и в международном смысле уважаемой. И говорят, что да, это подлинник. И начинают расторговывать его. С учетом того, что от мошенничества никто не застрахован, соответственно, есть достаточно уважаемые саморегулируемые организации, оценщиков, к которым мы обращаемся. В случае, конечно, таких высоких страховых сумм, лимитов нашей ответственности, естественно, я думаю, что мы будем это перепроверять всеми доступными и недоступными способами. Некоторые страховые компании работают только с определенными проверенными экспертами, список которых выдадут клиенту, желающему застраховать свою коллекцию. Услуги оценщиков обойдутся недешево. Тарифы могут доходить до 1% от стоимости произведения. Для сравнения, средний тариф страхования составляет 6,8% от стоимости вещи в год. А вы сталкивались с такой ситуацией в своей практике, когда была застрахована подделка? Ну, естественно, об этом никто не знал, а это обнаружилось позднее. Нет, к счастью, не сталкивался. Я лично не сталкивался. Бывали случаи, когда не конкретное произведение искусства страховалось, а когда предлагалось, допустим, в антикварном салоне застраховать товарно-материальные ценности. И тогда я понимал, что я не могу на весь товар запросить экспертизу, мне приходилось отказывать. Обычно страховщики предлагают застраховать произведение искусства и антикварные вещи от стандартного набора рисков, которые входят в пожар, удар молнии, взрыв газа, механические повреждения в результате стихийных бедствий, кража со взломом или ограбления, противоправные действия третьих лиц, повреждения водой и вандализм. А в каких случаях отказывают обычно страховые компании клиентам в страховании именно произведения искусства или антикварных? Когда, ну, первое, естественно, нет документации вообще подтверждающей подлинности и, соответственно, стоимость ее оценочную, когда не вызывает эксперт доверия или когда просто-напросто их нет этих документов. Ну что ж, Руссен, спасибо большое за то, что нашли время и ответили на вопросы программы «Страховое время». Спасибо вам. Напомню, на вопросы «Страховое время» отвечал директор по развитию комплексного страхования филиала Росгостраха в Москве и Московской области Рустем Зарипов. И в заключение программы еще немного полезных советов всем владельцам произведений искусства и антиквариата. В целом, страхование произведения искусства похоже на обычное страхование имущества. Чем больше мер безопасности предпринял владелец антиквариата, тем дешевле обойдется ему полис. Самый низкий тариф будет в случае, когда предметы хранятся в сейфе, в охраняемом помещении. Самый высокий, если коллекция хранится на доступных грабителям первом или последнем этажах, а на окнах нет решеток. По полису страхования культурных ценностей могут быть застрахованы риски транспортировки до места экспонирования обратно, период экспонирования, включая монтаж, демонтаж и временное хранение. Дополнительно можно включить в покрытие актов вандализма, терроризма и военные риски. Объектами страхования могут быть живопись, графика, ювелирные изделия, изделия из фарфора и стекла, скульптура, фотографии, филателлии, открытки, раритетная мебель, предметы интерьера, шкатулки и прочие ценные вещи. При наступлении страхового случая, пожара, потопа, кражи и так далее, владелец застрахованного имущества прежде всего обязан предпринять меры для спасения вещи, вызвать пожарных или милицию, вынести произведение искусства из затопленного помещения. Иначе страховщик снизит размер страховой выплаты за бездействие. Кстати, если вашу фамильную икону раскрасит фломастерами собственный ребенок, этот ущерб страховщик не возместит. По страховым правилам вандализм считаются деяния третьих лиц, не имеющих со страхователем никаких отношений, не ведущие с ним совместного хозяйства и не проживающие совместно. И на этом все. В студии был Андрей Батурин. Смотрите «Страховое время» ровно через неделю. Берегите ваши раритеты и пусть минует вас страховой случай. Продолжение следует...